Всем привет, дорогие друзья! Большой-большой привет из Махмудгар. Это наш отдых здесь. Ну и мы успеваем все. И на море покупаться, отдохнуть, и в бассейне покупаться, и по магазинам пройтись, и квартиры в том числе посмотреть. Потому что, ну, интересно, что в каком районе стоит, по какой цене все это дело продается. Поэтому, если кому-то нравится эта рубрика «Недвижимость», то давайте сегодня посмотрим парочку квартир, узнаем, сколько они стоят и где они находятся. Так, после обеда у нас уже солнышко практически спряталось за облаками. Сейчас мы приехали еще одну квартирку посмотреть. Канак, это уже вторичка. Опять-таки, сайной. Трейд Юнайтед фирма «Канак». Это «Канак». «Канак» — это известный у них застройщик. Вот нам очень понравились у нас комплекс «Канак» и «Джи Би Джи». Вот эти застройщики мне прям понравились очень. У них очень хороший комплекс. И вот здесь у нас вот такой вот комплекс. Еще один строится. Мне нравится, что он невысокий. Есть здесь бассейн. Бассейн большой. Мне даже уже хочется искупаться. Ну и когда застроятся сейчас вот эти дома, будет вообще хорошо. И район вот это у нас «Кар-Гиджак». То есть это за Махмударом, ближе к горе и ближе к отелю «Утопия». Сортировка мусора. Это что значит? Что ты не имеешь права выбросить, допустим, в общий пакет, да? Желательно. Желательно сортировать. Здесь, я не пойму, ремонтная работа сейчас ведутся? Здесь, я смотрю, уже живет просто кто-то. Здесь получается «КПДжа» как-то я там. Это управляющий дом, который будет вашим помощником. Он, как правило, живет на первых этажах. Вот, со всей своей семьей, со всеми детьми. Детьми. Это они бесплатно им дают? Это дает обслуживающая компания. В данном числе это «Конак» предоставляет. Это ходит полностью везде. Это бесплатно им получается? Один плюс один. Здорово. Иногда два плюс один дают. Иногда два плюс один дают. Ну, детская площадка есть тоже, соответственно, как всегда. Территория озелененная. В общем, сейчас Айна нам расскажет. Вот это вот один плюс один. Здесь один плюс один. Комплекс уже сдан. Нажимаются ключи. И, к примеру, здесь цены начинаются от 150 тысяч. Остался один. И на жутку. Ну, обязательно можно посмотреть. Уже полностью все готово заселение. Подключили инфраструктуру. И полный департамент. 55, вот это все. Один плюс один. 55. Сколько стоит? 150 тысяч евро. 150 тысяч евро она стоит у нас. Ну, вот это у нас, получается, кухня-гостиная. Но небольшая здесь вот комнатка. Гостиная, правда, это кухня. Мне нравится, что она тоже углом здесь сделана. Не знаю, мне столешницы тоже все обругали. Говорят, Лена, из чего столешница? Вот из чего здесь столешница? Искусственный камень или это что это такое? Это, получается, у нас мрамор. Мрамор. Столешница из мрамора. Это правило, кунар применяется. Здесь место уже у нас для плиты. Место для, ну, смысле, раковина уже встроенная, уже готова. Шкафчики все есть. То есть это очень удобно. Давайте на балкон выйдем. Шум послушаем. Здесь, кстати, отель у нас напротив. Drito Resort. Resort & Spa. Да, здесь все грязно, еще застройка. Ну, вот только-только он, считайте, сдался этот комплекс. Внизу на первом этаже здесь Мигрос под нами. Ну, а море рядышком здесь, вот за вот этим домом и за дорогой уже, соответственно, море. Ну, отсюда, правда, не проглядывается. Ну, вот что мне, допустим, здесь нравится, да, что здесь уже перед тобой вот тут вот ничего не построить. Потому что есть дома, которые прям вот один в один друг к другу. И видно там уже соседний дом. Так, и здесь спальня. Что там, закрыли с той стороны, оббежишь, покажешь. Ну, то есть, просто, чтобы понятно было. Балкон большой. Здесь вот я не вижу. Жалюзи, по-моему, не встроенные. Ваня оббежал. Здесь спальня. Здесь спальня. Ну, спальня такая, не очень большая. Где-то метров 10, мне кажется, максимально. Это под кондиционер выведено. А это для телевизора? Это для телевизора. Но дело в том, что вот здесь, допустим, под кондиционер. Вот мы в Ванесса парк смотрели. Там уже ниши были встроенные в доме под кондиционер, чтобы блок питания вот здесь где-нибудь не гудел. Здесь вот этого момента нет. Здесь этого момента нет. И сейчас вот в коридоре хочу посмотреть еще. Двери белые. Вот эта вот дверь мне нравится. Большая, толстая. Так, вот здесь ванная комната. Вань, подсвети мне, пожалуйста, своим фонариком. А то я в прошлый раз не видно. Здесь хорошая плитка такая. Отделочный материал хороший. Здесь тоже, по всей видимости, значит, мрамор, столешница. Вон туда, на стену. И вот здесь. Здесь душ. Одна лейка сверху. Здесь душа. То есть, тропический такой душ. Но, видимо, нужно будет еще что-то там добавлять. Так, что касается коридора. То здесь какая-то некая имитация. Чуть-чуть коридора есть, да? Ну, то есть, как бы ты заходишь, не сразу попадаешь. А здесь есть встроенный шкаф. Так, встроенный шкаф с полочками и с вешалками. Нет, он не очень большой. Ну, просто как бы оно не всегда понятно, как вот планировка. То есть, вы зашли, сразу же идет шкаф, сразу же идет гостиная, комната, спальня и, собственно говоря, санузел. Вот такая вот квартира. Здесь вот, не знаю, вот эти проданы, не проданы. Мы спускаемся вниз. Ты думаешь, будет дом здесь? Вот сейчас открывается вид вообще просто фантастический. Сейчас хочется сразу выйти на балкон, чтобы показать. Вот так вот, смотрите. Здесь вид на отели, на жилой комплекс, на соседний комплекс. Там все работает, все функционирует. Горки, я не знаю, это может быть даже отель, кстати. Здесь пока что еще бананы растут. Вот здесь бассейн, теннисный корт очень большой. И поехали, значит, что у нас здесь? Здесь у нас гостиная, салон. Ну, они, в принципе, вот все мы уже такую квартиру в прошлый раз, да, смотрели? Ванесса Парк. Вернее, как она называлась? Ванесса Ривер, да. Ванесса Ривер, она вот чуть подальше здесь, напротив Ванесса Парка. Тут был Ванесса Ривер. Ну, вот мне что там у них понравилось, что у них уже жалюзи были, и у них были ниши для кондиционеров. Здесь вот этого я не вижу. А, вот это вот, что за дверь? А, это это, туалет, да? Это туалет. Просто туалет. А, тут даже он без зеркала, без раку, но просто чисто туалет. Здесь же шкаф при входе, белый, белый, 3 плюс 1. 3 плюс 1, она стоит дешевле, чем 2 плюс 1, вместо 25 тысяч евро, а 2 плюс 1, который мы посмотрим, будет стоить 235 тысяч евро. А почему? В принципе, квадратура одна, но здесь мы сейчас посмотрим, они разделены на комнаты. Здесь просто поделили, да, поэтому 3 плюс 1, а 2 плюс 1, там комнаты, значит, больше будут. Из-за чего сейчас будут выкриваться, потому что там будет вид на обороте. Ага. Так, поднимаемся. Здесь как будто ты уже в живой дом. Ваня, твоя помощь нужна здесь, мне подсвети. Так, здесь, пока люди не получат топу, свет не включают. Три туалета. Ваня уже обглядел, да? Давай сделаем обзор на туалет при помощи фонарика. Значит, вот мы поднялись. Снизу большая комната. Здесь 3 плюс 1, туда свети. Здесь тоже тропический душ. Без лейки. Но уже тоже точно так же есть гарнитур. Место под стиральную машину. Шкафчик. Кстати, все как у нас. Хороший материал для отделки. Здесь спаленка. Спаленка еще с одним туалетом. Вот это, кстати, не мало важно, когда, если большая семья, семья живет. Ваня, смотрите, как вдохновился. Кран есть, чтобы балкон помыть. Смотри. Маленькие окна, и можно закрыть вот эту балконную дверь. Чтобы дети не выбежали, да? Здесь прям совсем небольшая комната. Поэтому она ее 3 плюс 1, такая же, как 2 плюс 1 по метражу. И немножко скошенные здесь наверху потолки. Немножко скошенные потолки. То есть, получается, смотрите. Вот сейчас, Аня, подожди. Допустим, это родительская спальня. Здесь есть свой санузел. С утра пошли, все процедуры сделали. Это общий санузел на всех. Вот она, вот эта маленькая комнатка. Она без выхода на балкон с небольшим окном. Нет, ну вот здесь можно выйти. Но я имею в виду, что здесь прямого выхода нет. И третья. Дайте мне посмотреть, пожалуйста. И третья комната. Ох, тут еще Ваня нашел третий туалет. Для Вани самое актуальное. Чтобы туалет был и дождь. Так, и здесь. И здесь. Здесь тоже уже гарнитур стоит. Все есть. И такой же, да, тропический душ. Тропический душ. Ну что? Для семьи, допустим, такой как наша, это идеально, да? Мы бы здесь все разместились бы. Для каждого есть комната, для каждого есть санузел. А внизу всем вместе встречаться и принимать пищу. Я считаю, что отлично одна семья, вторая семья, третья семья. Самое главное, у каждого свой туалет и душевый. Да. Но вид здесь, вид. Вид здесь получается из всех комнат в одну сторону, да? Да, из всех комнат получается здесь вид в одну сторону. И здесь над вами никто не будет жить. Мы сейчас на последнем этаже. Так же, как вот перед нами, вот Ванесса парк. А мы смотрели Ванесса ривер, вот сказала Айна, да? Чуть-чуть туда подальше, наверх. Тоже мне очень комплекс понравился. Вот в этом напротив комплексе мест нет. Тоже очень хороший там застройщик. Там ничего. Вот это не знаю, что строится напротив, от какого застройщика. Ну и не знаю, насколько там жарко, не жарко. Мне писали, что если там под крышей. А какая разница, под крышей, не под крышей. В общем, было бы здорово, да, Ваня? Тебе нравится? И сколько она стоит? 225 она стоит, а вот 2 плюс 1 235 тысяч стоит. Сейчас мы с вами посмотрим. И здесь еще место есть. Может быть, даже можно что-то еще здесь разместить. Вот какой-нибудь шкафчик вот здесь. Можно разместить. Вместо Ивана можно разместить шкафчик какой-нибудь. Хорошее предложение. Ну и самое главное, вот отсюда вы спускаетесь и всей семьей находитесь. Да? Вся семья здесь разместится. Вот здесь, допустим, большой какой-то такой гарнитур, а наверху спальня. И все вместе сидите. И балкон здесь побольше. Вот здесь у нас ставят вот таких дуплексов, ставят камины. Камины? Когда у нас зима на спальне, вот такие условные камины, которые будут создавать атмосферу. Ну, мне вот понравилось вообще. То есть, как бы здесь все вместе, а наверху у каждого своя комната. Вот это прямо хорошее. Даже пусть они не большие комнаты, но как бы большая комната. Вот единственное, что куда поставить большой шкаф. Нет, а шкаф куда большой, чтобы вот все вещи поместились? Ну, вместо комнаты поставить шкаф. Ну, как вариант. Падать не надо, Вань. Значит, вот это 2 плюс 1, да? Все-таки интересно, в чем отличие. Сейчас, ладно, я кратенько так. Здесь вид на соседний дом. Сказал, что здесь 2 туалета, ясно? Ну, они побольше. Вот первый санузел-душ. Тоже, соответственно, уже с шкафами все сделано. Вот, слушайте, ну, мне почему-то показалось как-то, что та больше все-таки. 3 плюс. Потому что 3 комнаты, создается иллюзия. Ну, эта комната больше, да, я согласна. Откроешь окошко? Эта комната больше. Санузел. Вот здесь тоже, получается, спальня. Ну, нам, мне кажется, вообще 3 плюс 1 шикарно, да? Вот так. На балкон перейдем в другую комнату здесь или нет? Да. А, ну, здесь 1 балкон. А море-то. Здесь видно море. Клочок чуть-чуть. Сейчас, подождите. Вот там. Посмотрите. Здесь чуть-чуть видно морюшко. И даже не чуть-чуть. Даже вот отсюда вы прям будете наблюдать море. Это очень здорово. И вы видите, что оно здесь недалеко. Шума здесь от дороги нет. Это очень-очень большой плюс. А мы сейчас, получается, смотрели внизу. Унизу не было этого вида. А наверху, получается, есть этот вид. Поняла? Море и дороги не слышно здесь. Да. И здесь очень хороший вот этот вот пляж с павлинами, про который я вам рассказывала. Вот здесь вот прям напротив. Там нет в таком количестве плит, как у нас в Махмудгаре. А вот что будет у нас ходить? Что? Ну, это говорит о том, что дом еще только сдается. Говорит о том, что тут еще будут делать уборку, мне кажется, все помещение. Вот вторая комната. Ну, в общем, 3 плюс 1 дешевле. 3 плюс 1 дешевле. И мне 3 плюс 1 больше понравилось. Там больше санузлов. И, ну, каждому по комнате. Пусть по маленькой комнате, но тем не менее по комнате. Потому что, ну, любому нужно свое какое-то личное пространство. Пусть какая-то небольшая кровать стоит там, но тем не менее. Все-таки цены такие, не маленькие. Хотелось бы, чтобы все разместились. Каждый полус в Альфурске стоит в окреплении трону, чтобы телевизор, конечно, сделать. Ну, тут уже все предусмотрено. Уже вся проводка предусмотрена, что вы заезжаете и в самый короткий срок заезжаетесь, заселяетесь и живете. Сперва надо купить квартиру, и потом купить мебель. Сперва, понятно, это существенно дополнить. Сперва нужно купить квартиру, а потом... А некоторые наоборот делают, Ваня. Сперва мебель покупают, потом квартиру. Потом не знают, куда эту мебель поставить. Понятно? Вот такой вот, дорогие друзья, получился обзор. Ну, а у нас, у нашего семейства, конечно же, любимый оказался вот этот вот Канак. Канак Sea Size Tower. Очень вот понравился этот комплекс, безумно. Но, к сожалению, здесь ничего не продается. А даже если бы и продавалось вот именно в этом комплексе, то мы бы, конечно, не потянули по деньгам, потому что очень дорого. Когда-то можно было купить за приемлемые деньги, а сейчас даже вот мы на август ищем в аренду что-то такое подобное. Но нам, у нас вот здесь душа прикипела, мы здесь постоянно узнаем. Но, к сожалению, здесь все на август забито, ничего нет. А нам так понравилось, что, знаете, даже неохота уезжать, но по работе, по делам нужно все-таки уехать будет отсюда. Но в августе, я не знаю, если получится, мы очень хотим вернуться. И опять так же не в отель, а именно арендовать какую-то квартиру. Почему не отель? Да потому что вот нам понравилось принадлежать самим себе, ходить по кафешечкам, ходить по магазинчикам, не ездить никуда. Ну, то есть, я не считаю, что до Лании там 10-15 минут добираться, это далеко, да. Потому что все-таки отели, они обычно расположены там подальше, и, ну, не захочешь лишний раз ехать, хочется, ну, тоже. И время терять на море не хочется, чтобы успевать все. Вечером шопинг, днем купания. И не обязательно шопинг, просто прогулки какие-то. Мы же приехали гулять, наслаждаться отдыхом. Поэтому посмотрим. С вами со всеми я прощаюсь. Как всегда, всем желаю добра, удачи, позитива. И вот такой замечательный вид напоследок. Увидимся вновь. Вот такой вот вид. Сейчас 6 часов. Посмотрите. Это же бесподобно. Бесподобно просто. А комплекс наш еще лучше. Вот.